МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жил-был мужик. Он прослышал, что есть такое лихо, но никогда не видел. Ему стало как-то нехорошо. Надо пойти лихо посмотреть. Это автопортрет сегодняшнего дня. Когда ребята уходят на войну, и мамы покупают им бронежилеты. Я в ужасе, а где мои зрители? Это что, вот эти мамы придут смотреть? Что, про Костика они придут смотреть? Про Сережу они придут смотреть? Все эти тонкости, все нюансы, из которых состояла наша жизнь и наше достижение, и достижение тех людей, которые работали раньше, это все, оказывается, плебейски сведено на нет. Вбежал в свою избу, истекая крови, и говорит, господи, вот замечательно! Я лихо видел. Мне сын мой говорит, папа, знаешь, это же зло. Это и есть зло. Сколько вы уже в Америке? Я же приехал сюда 25 февраля. А если я вот сейчас скажу дом, то дом это будет где? Дом это в Москве, конечно. Хорошо сейчас понимаете, когда Ирина говорит о том, что мы никогда, никогда не поедем в Москву. Я это всегда понимал. У меня студенты, у нас был семестр Чехова, и один мальчик, очень хороший, мне как-то рассердился на меня за то, что я все время Чехов, Чехов. Он говорит, да не понимаю, я Чехов, ну что тут в Вишневой сад? Где он, где я, ничего не понимаю. Он, когда уехал в Тбилиси, сразу же после начала войны, еще до мобилизации просто, ему так все тошно стало. В общем, я горжусь ими, пять человек, по-моему, или четыре, пять человек сразу из десяти уехало. Просто и девочки. Он оказался в Тбилиси. Я говорю, ну что понял, что такое Чехов? Да. Я в Вишневой сад, да? Да. Я раньше думала, что, ну чего ты не можешь в Москву-то поехать? Ну пойди билеты-то купи, да поедешь. Нет, так и я могу поехать туда. Что значит поехать? Чтобы что? Ну если там дом. Нет, ну дом же, это надо работать. А работать там сейчас я не смогу. Каждое утро прокручивает сюжет. Но нахожу, к сожалению, новые доводы, что это бессмысленно. Но я приеду туда, вот тапочки мои стоят. Найду их. У меня человек, который приходит туда следить за квартирой, говорит, стоят. Каждый раз, говорит. Стоят тапочки. Что самое смешное, тапочки в виде танков мне подарили. Такие тапочки-танки. Стоят мои танки, да. Работать же нельзя. Чем дальше расстояние, тем меньше больно. Чего туда приезжает? Нет, нет, пока нет. Пока нет. Я наблюдаю эту ситуацию в себе, но пока нет. Наоборот даже. Я надеюсь, что это не так вот будет дальше, потому что это очень трудно перенести. Но пока так. Пока не меньше. Что вам сейчас снится? У меня несколько снов записано после войны. Я даже подумал, может быть, спектакль сделать. Но сны очень трудно передавать в театре. Там такая есть условность в сне. Как это передать в театре? Нужно просто выйти и объяснить, что это сон потому-то, потому-то. Что человек не может быть здесь, а он должен быть в другом месте. А сейчас он здесь, поэтому это бред. А во сне это действует. Незадолго перед войной был очень странный сон. Знаете, какой ужас даже? Я так не хочу, чтобы он был пророческим. Я, находясь в своей квартире, а мы живем на Пушкинской площади, я вижу из окна Елисеевский магазин. И я вдруг вижу, что-то самолеты низко летают. Это было после какого-то парада. Когда самолеты над нашим домом, это довольно страшно. Они вот пять или сколько их там было, они прямо на бреющем полете. Я в тот момент даже подумал, а если они даже бутылку пустую оттуда скинут, и то это страшно. И я вдруг вижу, что-то они летают как-то низко. Сон. И вдруг вижу, они начали бомбу кидать. И они попали в Елисеевский магазин. И вот то, что я вижу в окно, руины из моей квартиры. Я подхожу ближе и вижу, что это экран ровно вот как я вижу окно. Это кино снимается. И это на экране показывается. А вот здесь вот мониторы, это все иллюзия. И там кто-то даже поет какой-то, ну, типа Газманов. Газманов, слава богу, мне не снился. Но что-то такое вот, такое пошлоестрадное. И вот этот ужас. И потом, господи, ну как же можно так пугать-то? Просто бред. Но этот ужас, потому что это Елисеевский магазин, это вот Тверская. Какой-то сон снился, я не помню. Где-то на станции на какой-то. Я куда-то должен ехать. Мне говорят, да, Серебренников вот только что был здесь, он туда поехал. Я понимаю, что у меня билета нету. И вот я сижу из портфеля, вынимаю какие-то бумажки, понимаю, что билета нет. Серебренников куда-то уехал. А куда ехать, я не знаю. Вот это какая-то растерянность. Самое главное ваше эмоции, самое частое, это именно растерянность? Ну, хороший вопрос сейчас. Это коктейль сейчас. Это подавленность. Подавленность от того, что так просто можно скинуть. Кажется, можно скинуть. На самом деле, конечно, нельзя. Но кажется, что можно скинуть и твою жизнь, и твою любовь, и твое дело, и дело, которым жили мои родители, и все люди, которых я уважал до этого, до них. Начиная со Станиславского. Какая система Станиславского, когда Харьков бомбят? Ну, какая система Станиславского? Ну, при чем здесь, когда ищи доброго, когда играешь зло? Когда просто, вот просто, не знаю, я матом не могу, но все эти тонкости, все нюансы, из которых состояла наша жизнь и наше достижение, и достижение тех людей, которые работали раньше, это все, оказывается, плебейски сведено на нет. Потому что зло, которое мы слышали по сказкам, и которое жило в этой пещере, когда-то украдывало девушек, они исчезали там. Мы знали. И даже сейчас иногда что-то там полыхает. Но вдруг оно вышло. Это угои. Вот в сне разума есть такая вот, какая-то сволочь ест людей. Оно вышло. Оно вышло. Мне сын мой говорит, папа, знаешь, это же зло. Это и есть зло. Вот когда зло вышло, это оказалось так ужасно. Никто не предпал, думаешь, это сказки. Но это так и есть. Это даже хуже, потому что это вот сейчас. Во-вторых, брезгливость. Брезгливость. Брезгливость, во-первых, к этому, что оно плохо пахнет. Оно такое варварски какое-то кособокое, некрасивое, сильное. Но одновременно какой-то колосс на глиняных ногах. Какое-то уродливое. Вот думаешь, вот неужели же вот это вот и есть черт? Неужели это есть дьявол? Неужели это есть зло? Вот такое вот фу. Вот фу. Которое превращает человека в фарш. Брезгливость. Именно брезгливость. Брезгливость к слабости человека, который это вынужден терпеть. Который говорит, ну как же я уйду? Ну там же мой дом, мои пожитки. Ну куда же бежать-то? Жалость и брезгливость. Вот это очень сложный коктейль. И гнев, и гнев, и не бессилие. Нет. Я бы так сказал. Удивление. Удивление состоит в том, что неужели бессилие? Вот так. И я, конечно же, хочу закричать просто нет. Нет, потому что я хочу сделать новый спектакль. Это, кажется, это перышко по сравнению с огромной кучей конского навоза просто. И то он лучше, чем то, что сейчас есть. Он хотя бы удобрение. А это-то что? Ну есть ощущение, что вот здесь никто об этом не говорит. Так вот если не затевать самому разговор о войне. То вот мирная, прекрасная жизнь. Вон люди валяются там на лужайке, загорают, радуются. Да, но это их страна, они могут об этом не думать. Когда у нас до мобилизации Москва была просто процветающим городом, где все ходили, не знаю, вы застали это время, там, наверное, да? Когда все ходили по ресторанам, гуляли, лето было. Вот это страшно. Это действительно страшно. Это на самом деле самое страшное, что происходит после убийства мирных жителей, после самой войны. Вот это самое страшное. Это вызывает отчаянный пессимизм, который гонишь себя от себя. Потому что как эта страна будет жить дальше, если вот, если она так склонна к веселью? Я не понимаю. Просто не понимаю. А как вот вы себе представляете, что должны люди делать? Ну, что вы меня провоцируете на такие ответы, на которые я сейчас выкрикну, а потом буду думать. Не, я тоже про это думала. Ну, еще вот не только это правительство, при нем нельзя будет приехать, но и при следующем нельзя будет приехать. Ну, зачем? Кать, мы же с вами договорились про искусство разговаривать. Кому сейчас нужно искусство? Вот мусорные бачки. Вот, понимаете, это современное искусство может быть. Вот выставлены такие бачки. Вы будете смотреть и думать, почему оно искусство. Кто-нибудь вам объяснит, что зеленое с серым рядом с двумя черными. Это потрясающе потому-то и потому-то. Вот это здание называется Камершпиле, то есть малая или камерная сцена знаменитого Дойче-театра. В 1905 году этот самый Дойче-театр возглавил Макс Рейнхарт, который мечтал о таком театре, где вместе с драматическим искусством присутствовал ли бы музыка, таяц, живопись и даже запах. Одной из идей Рейнхарда было создание специального камерного зала, чтобы ставить там пьесы современных авторов. Он хотел, чтобы расстояние между зрителем и современной драматургией было небольшим, и поэтому сцена находится от зрителей буквально на расстоянии вытянутой руки. Для открытия камершпиля в 1906 году Рейнхарт выбрал пьесу «Привидение» норвежского драматурга Генрика Ипсена, а оформлять сцену, позвали художника Эдварда Мунка. Для погружения зрителей в мрачный мир ипсеновских фантазий художник придумал тусклые декорации и задники, которые словно бы застилала пелена дождя. А еще Мунк оформил фойе новой сцены так, чтобы усилить этот эффект. По рассказам очевидцев, ощущение беспросветности было передано настолько правдоподобно, что на премьере сам Мунк сидел смертельно бледный и буквально не мог говорить. А после спектакля едва добрался до гостиницы и слег с нервным срывом. Многие театральные задумки Макса Рейнхарта сбылись. Он стал одним из главных режиссеров-экспериментаторов своего времени, сумел создать то, что сегодня бы назвали синтетическим театром. Правда, визуальные возможности современного театра куда шире. Там можно использовать и видео, и голограммы, и 3D-объекты. Все эти эффекты могут создавать дизайнеры, например, графические, моушн-дизайнеры или 3D-художники. Думаете, что такие сложные направления не для вас? Онлайн-школа дизайна Contended разработала новый курс «Старт в дизайне», чтобы каждый мог на практике попробовать все направления в дизайне и сделать осознанный выбор. Курс «Старт в дизайне» специально создавался для тех, кто всегда мечтал попробовать себя в дизайне, но не знает, с чего начать. На этом курсе студентов знакомят с 5 профессиями. Помимо тех, что я уже назвала, это еще дизайн интерьеров и UX UI дизайнер. Два месяца вы будете практиковаться в каждом из направлений, чтобы понять, в каком хотите развиваться. А затем начнется полноценное обучение одной из пяти профессий. Важно, что учиться можно буквально с нуля, без художественной школы за плечами и даже без умения красиво рисовать. Вас научат пользоваться всеми основными инструментами современного дизайнера – от фотошопа до фигмы. Помогут составить классное портфолио, а затем и устроиться на работу. В контенте для этого есть специальный карьерный центр. На курсе вас ждет практика в топовых компаниях. Посмотрите, что уже делают студенты разных направлений. Рисуют анимацию для рекламы и клипов и создают целые вселенные для игр или кино. А возможно, вам будет интереснее разрабатывать продуманный дизайн интерьеров или стать графическим дизайнером, чтобы рисовать афиши, баннеры или любой другой визуальный контент. Если успеть купить курс в декабре, то он обойдется вдвое дешевле. По промокоду «Скажи50» будет скидка 50%. Кстати, заплатить можно сейчас, а начать обучение уже в новом году. А еще при покупке курса в декабре вас ждут два подарка. Курс английского языка для дизайнеров и книга про дизайн на выбор из подборки контента. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании и записывайтесь на курс «Старт в дизайне». Об отце сейчас часто вы думаете? Каждый день. Он же из Харькова? Каждый день и по много раз. Да. Что у вас в семье было связано с Харьковом? Ничего. Он не любил вспоминать, никогда не вспоминал про свое детство. Мы туда ездили, наверное, в 15-й год или в 16-й. Там люди, которые помнили его спектакль, они как-то организовали доску на домик, где он жил. Я впервые был в Харькове, маленький такой домик. Нет, он как-то как отрезал. А почему? Никогда не спрашиваю. А что он рассказывал про военное время? Он тоже ничего. Ну, молодой человек, с 16 лет ему должно быть, когда начинается война. Ничего не рассказывал. Как-то его жизнь, по-моему, сознательная началась с момента поступления в ГИТИС. Вот там что-то было. Мама встретила. Ну и дальше поехала ставить спектакли. А до этого нет никогда. Ну, я был как-то маленький. Ну, как-то у папы будешь расспрашивать о его молодости. Там ничего такого, наверное, не было такого, что он хотел бы мне рассказать. Не знаю, такое темное пятно. И для него тоже, по-моему, было засвечено. Почему вы позволили убрать свою фамилию с афиш и не были против того, чтобы ваши спектакли продолжали играться в Москве? Ну, во-первых, меня не спрашивали, хочу я ставить фамилию или нет. Их просто убрали вместе с фамилией совсем. У меня 9 спектаклей шло в Москве. Вообще потрясающе. Классно. Кто-то мне говорит, что ты вообще в книгу Гиннесса. 9 спектаклей. Иногда у меня было по 2. По-моему, нет, по 3 не было. Но по 2 было довольно часто. А в один вечер я не знал, куда пойти. А я при этом удивлялась. Мне говорили про то, что вы всегда приходите на свои спектакли смотреть. Ну, это уже закончилось. Это закончилось. Это невозможно просто. Это невозможно, потому что просто времени не хватит. Да и сил не хватит. Да и не нужно. Когда-то это была моя компания просто. Ну, я приходил к своим. Вот мы играли вот в такой комнате. Ну, как не прийти, когда это все свои ребята. А так это много разных компаний. Нет, на некоторых я вообще давно очень не был. Я мог сказать, что нет, я не согласен, тогда бы не шел спектакль. Это очень хороший спектакль. И хорошие актеры там играют. И получают удовольствие. Вы сейчас про Сережу? Про Сережу, да. Я полон уважения к этому поступку Толи Белого. Который, как и Чулпан, уехал не просто так уехал, а сказал, почему он уехал. Сформулировал это. Вот она у вас в программе. Она просто для меня взлетела в ранг каких-то греческих женщин. После этого разговора. А он за мужчину ответил. Ну, вместо него очень хорошо играет Костя Хабенский. Очень хорошо. А это правда, что изначально роль писалась именно на Хабенского? Нет, писалась она просто потому, что это писалось. Дальше мне нужно было выбрать. Я предложил Костю, он отказался. Как он сейчас говорит, я не понимаю, почему что-то случилось. Я говорю, ну, случилось, что-то случилось, вот теперь играйте. Он говорит, хорошо. И сыграл. Очень хорошо. А вы откуда знаете? Он мне прислал видео. А вы можете по видео понять? Конечно. Ах, какой вы! Как математик по формуле даже на ксероксе поймет. Знаете, мой один из любимых анекдотов в последнее время, может, вы знаете. Эйнштейн приходит к Богу, знаете, да, и говорит, можно посмотреть у вас формулу мироздания? Он говорит, ну, конечно. Отодвинул завеску, и там все исписано, огромная формула. Он час смотрит. Потом говорит, а вот здесь ошибка. Бог говорит, я знаю. Так что уж свой спектакль-то я пойму, где ошибка. Там ошибки нету. Наоборот, он добавил что-то очень такое, какое-то свое личное, для меня неожиданное. Велся сам. Мои замечания были просто, ну, микроскопические. Их могло и не быть. Он просто поразил меня. Ну, как это? Ну, что значит фамилия? Слушайте, ну, прошлый спектакль в этом смысле совершенно как-то не волнует. Меня вот будущее волнует. Что я буду делать завтра, и как это будет, и как это прозвучит. Угадаю ли я эту формулу сегодняшнего мироздания. И если там была бы ошибка, то она была бы где-то маленькая и сбоку. Понимаете? По какому из оставленных в Москве сейчас спектаклей, а вы за прошлый год поставили сколько? Четыре? Четыре, да. Четыре спектакля. По какому из них вы острее всего скучаете? Я скучаю по тем спектаклям, которые я начал. Мы начали с замечательной... Замечательная идея была во МХАТе. Должен был быть Диккенс. Ой, какая компания была. Маша Смольникова, Костя Хабенский, Тинякова. Два очаровательных парня, мальчики-девочка, еще из школы. И... Толя Белый. И Оля Воронина. Ну, вот это была одна репетиция. Я придумал и начал их заводить. Ну и все, екнулось. Вот это я скучаю. Я вообще скучаю по проходной МХАТа. Вот эти шашечки, которые мне покоя не дают. Я как бы вхожу в историю, когда прохожу мимо. Все понятно, что все другое, но вот само по себе это не оставляло меня. И когда я опять начал там, когда Костя позвал меня, когда пришел, я как-то так... Ой, хорошее чувство. Какое-то шоколадное. Господи, мы начали в Пушкинском театре дядю Ваню делать. Мы начали в театре Фоменко делать русские сказки с Цыгановым. И опять спектакли начал делать. Есть у вас ощущение, что помимо всего прочего, война прервала и ваш полет? Ну, на время, безусловно. Это и есть такое болезненное чувство, как они смели. Но когда я вижу, как они прервали полет в буквальном смысле других людей, более страшным образом, то что тут жаловаться? Ну, конечно, есть. Но я хочу не дать им этого сделать, поэтому я лабораторию здесь и хочу открыть. Вот через что угодно, вот через что угодно. Просто, просто чтобы знали, что перерезать может только тот, кто подвесил. А они это не подвесили. Они подвесили другое, много чего, но это они не подвесили. Это не в их власти просто. Я хочу это просто доказать. Вот смысл моего... Ну, не только это, но, в общем, упрям, что это какой-то двигатель. Двигатель такой. Вы разговариваете со своими артистами? Ведь у вас же есть свои артисты в Москве. Ну, да, у меня одна актриса осталась, моя Маша Смольникова, да. Разговаривал, да. Это тяжелый разговор? Непростой. Хотя она меня обрезала, чтобы я не заводил с ней такие разговоры, потому что она осталась там, и ей виднее, как там жить. Ну, виднее, виднее. А это для вас как ученичество или что-то больше? Нет, я ее как свою ученицу не воспринимаю. Ну, знаете, когда она участвует в моей следующей работе, она приходит на репетицию, у меня такая уверенность появляется в том, что мы сделаем это. Это же страх, что ты просто не сделаешь то, что придумал. А когда она приходит, я думаю, фу, так мы вдвоем, спина к спине, мы займем оборону, и будем... У меня все военные какие-то. А как она у вас появилась? Она училась на втором курсе, по-моему, нашего курса, с Каменковичем Женей, в актерской группе. И я ее позвал на спектакль играть «Смерть жирафа». У меня был спектакль такой. Вот с тех пор мы не расставались, сколько, больше 10 лет. Она долго привыкала к этому стилю. Ей все казалось, что настоящая жизнь где-то в другом месте бурлит. А здесь так, переходный возраст. Пока она не привыкла, не полюбила это как свое. И когда я ушел из театра, она там осталась. Для нее была ужасная драма. Во всех смыслах. Про школу? Про Васильевский театр. Вот как она там существует, сейчас у меня все переворачивается. Я не знаю, я ничем помочь не могу. Я не знаю, как. Не знаю. Я не знаю, как помочь. Помочь. Не знаю. У меня было чувство, что там она играет наш спектакль. Она во многих довольно занята. И это роли просто в восторг. Иногда, может быть, не такие большие. Хотя, в общем, там маленьких ролей нет. Там все такие роли большие. Но это такая филигранная отделка. И такая смелость. И резкость. И гармония. И дисгармония одновременно. Это удивление для меня, который вообще все это придумал. Она придумывает такие вещи иногда, что я уже знаю, что не надо в первую секунду говорить. Нет, Маш, ты что, с ума сошла? Я это говорю, но понимаю, что через пять минут я могу сказать, что да, давай сделаем. Давай сделаем. Вот полезть куда-то во МХАТе, сорвать плафон со второго яруса, это была ее идея. А, да вы что? Да. Я говорю, Маша, ты что, там к стенке прикоснуться нельзя? Это все охраняется. Да? Ну. А потом я думаю, а почему нельзя? Она мне такие вещи говорит. Давай я сделаю. Давай мы сделаем. Полезла. Все. Придумали. Там ничто не прикасается к стенке, тем не менее, когда она лезет. Но это надо было пройти через всю эту МХАТовскую потрясающую, но довольно костную инженерную машину. Потом в этом костике на волки уезжает. Это она придумала волка. Она говорит, давайте я на волки уеду. Я думаю, что ты, Маша, говоришь, если он застрелится? Какой волк? А потом думаю, ой, может быть, в этом что-то есть абсурднейшее такое. Волк пришел с горящими глазами, она села. И сейчас, когда это происходит, вот я сегодня актерам своим американским показывал Костика видео. Я думаю, господи, боже мой. Я начинаю им объяснять про картину. Они не знают эту картину. Воснецова там на волке. Они не знают это. Ну, просто абсурд приходит волк. И для них даже нет, что волк, елец в третьем классе. Для них тоже этого нет. Для них, ну, более грубый просмотр. Но я видел их глаза, когда они закончили это смотреть. Нина. Костя. Нина. Костя, вы главное Тригорину не говорите, что я здесь была, ладно? Да я его еще больше люблю. Странно. Костя, балетки сверху положите, я вас думала, 40 размеров. Сколько людей. Вот по ней ударила бомба, по ее творческим ресурсам. Ведь актриса еще женщина, она должна играть в свое время. Ведь каждому отведено сколько-то. В таком расцвете возможностей, что не давать ей роли и не ставить с ней спектакль, это просто варварство. Иметь драгоценный камень в кармане и не показывать его. Ну, вот как она сейчас там живет? Дай бог, чтобы кто-то что-то сделал, но меня там нет, и я не могу. Она не может никуда приехать, где я могу ставить спектакль. Я бы ее позвал, они бы с Чулпан такое бы забабацали. А почему она не может? А потому что ей нужно будет сказать, что она против войны, и тогда нельзя будет вернуться. Она не хочет уезжать по каким-то причинам. Я не знаю, сейчас, правда, многое изменилось с мобилизацией. Я не знаю, я боюсь спрашивать, я боюсь лезть в чужую жизнь. Я не могу лезть в чужую жизнь, я не могу ее... Вот, Маша, я тут постелю тебе вот вату, ты как елочная игрушка, ты перенесись сюда. И там я приеду. Я не знаю, приеду я или нет. Она переноситься не захотела. Ну, значит, так. Ну, значит, она так решила. Может быть, сейчас что-то подробно. Я не знаю. Я не знаю. Я вижу, пропадает просто великая актриса. Может пропасть. Еще сняли все спектакли, где она играла. Остался вот, Кость, этот самый... Сережа. Сережа. Да. Вопрос первый. Где они все, куда делись, что с ними стало, кто помнит, кто сможет рассказать, кто, где? Вопрос второй. Не помните случайно, какие семьи бывают похожи друг на друга? Третий вопрос. На что бывают похожи все счастливые семьи? Четвертый вопрос. Какая семья несчастлива как-нибудь по-своему? Пятый вопрос. Как именно несчастлива каждая несчастливая семья? Вы понимаете людей, которые настолько любят свой дом, свою страну, свой дом? Что остаются? Понимаю. Я бы, может быть, тоже так и не решился бы. Я не знаю. Это для меня просто вопрос, ну, он не актуальный, потому что это уже произошло. Но я думаю, господи, как я их понимаю? Ну, как я их понимаю? Ну, как бы я не хотел уже? Для меня это всегда пункт был страха, что надо будет когда-нибудь что-то... Я не хочу... Нет. Я не... Нет. Нет. Просто нет, 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 нет. Сколько у нас досталось еще записи, могу до конца говорить нет, нет. И каждое нет будет наполнено такой болью, что вы меня не остановите. Что такое родина вообще для вас? Родина – это когда ты ходишь по земле. Знаете, вот как вот почему-то мои юношеские воспоминания однажды были связаны с тем, что мне купили хорошие новые кроссовки. Или кеды даже, я не помню. Только тонкие. Я шел, я как бы шел по асфальту, но я через подошву ощущал маленький рельефчик асфальта. Такое удовольствие. Вот когда ты ощущаешь, откуда ты растешь. Я не включал голову там, понимаете, когда делал спектакль. Это очень смешно. Я не включал голову. Я на интуиции. Потому что я понимал, что, ну, как бы там все... Там кидаешь вот и растет свое. Что ты кидаешь, это растет. Где-нибудь в другом месте ты кидаешь, ты можешь хоть пальму поставить. Она не растет. Она там не растет. Она может быть очень красивая. Она не выросла. Ты ее принес и поставил. Знаете, как в офисах на девятом этаже пальма растет? Ну, она не растет же из земли. Это не Африка. А там все, что ты сделаешь, там растет. Это растет из земли. Это не на девятом этаже. Это вот из этой земли растет. Где я знаю, что внутри. Там не только мои папа и мама. Там много чего есть хорошего и плохого. И я это знаю. Не все, конечно, но мне достаточно. Я узнаю все время новое и новое. Что там внутри. И из этого растет фантазия. А здесь она растет от того, что я там знаю. И здесь приходят люди и говорят, ух, какая у вас фантазия. Какой хороший спектакль. Мы тоже так хотим. Я хочу сказать, ребят, это будет пальма подрезанная. Давайте сделаем. Давайте сделаем. Ну, подсказывайте мне какие-то вещи. Вот, например, я делаю «Лишневый сад» сейчас. Я как-то догадался пойти по такому пути. Он мне очень понравился. Я им каждому дал много довольно зон на импровизацию. А импровизируют они по-своему. Все со своей жизнью. Просто со своей жизнью. Там, например, была сцена, когда Раневская, когда Лопахин доходит уже. Говорит, я не могу больше. Вы просто дети, дети. Я не могу с вами вообще больше. Она говорит, ну, оставайтесь, оставайтесь. Это как у Чехова. Давайте что-нибудь придумаем. Она говорит, ну, что? А дальше наша фантазия. Она говорит, давайте играть в волейбол. Знаете, я знаю, что нужно делать. Волейбол. И этот мужик, ну, давайте играть в волейбол. Я не знаю, что с вами делать. Давайте. Я говорю, слушай, расскажи, что такое волейбол в вашей семье. Как он спасал вашу жизнь. Выбери 15 пунктов из истории Соединенных Штатов, которые я не знаю достаточно хорошо. Выбери. И скажи, как было бы хуже, если бы вы не играли в волейбол. Она начала рассказывать, вот как кто-то пошел в Первую мировую войну, какие племянники. И один потерял только фалангу пальцев, потому что мы играли в волейбол. Я даже не просил меня перевести. Мне даже не важно, что она говорит. Я понимал, что она залезает туда, в их карман, где их мелочь гремит. Понимаете? И их мусор какой-то, крошек от печенья детского съеденного. И только, говорит, когда вот муж мой начал пить, мы перестали играть в волейбол. Куда-то мяч не могли найти. И тут утонул Гриша, и умер муж. Я уехал он. Конец сцены. Конец сцены. Класс. И сейчас мы будем играть в волейбол. И они прекрасно играют в волейбол. Это была их зона. И у многих так была зона. Я ее не знаю, я дал им бурить их землю. И воспользовался той землей, которую они оттуда из этого шурфа достали. И положил это в свой спектакль. Я бы никогда этого не сделал, я этого не знаю. Я просто им позволил это делать. Так как давно уже набрел на такой тип делания спектакля своими словами. Теперь это и их слова тоже. Они мне помогают быть посаженным в эту землю. Понимаете, да? Вот это и есть родина. Это такой длинный ответ на вопрос, что такое родина. В некоторых местах в Москве меня не сгонишь, потому что я могу там быть. Я имею право там быть. Потому что я на этом углу в четвертом классе обернулся на свое окно и увидел бабушку, которая мне так делает. И я ей тоже так сделал. Вот не сгонишь меня. Хоть и дома уже другие, и люди другие. Бабушки нет, и я уже не тот. Но не сгонишь. Это мое место. Вот как я приехал в Харьков, я никогда этого дома папиного не видел. Вообще такой домик маленький какой-то, вшивенький. Но я пришел на час раньше, открытие доски, сел на скамейку и говорю, вы сейчас все идите куда-нибудь, дайте мне посидеть. И тут меня накрыло. Вот я мог сидеть не час. Я такого вообще никогда не испытывал. Потому что что-то такое... Вот это родина Харьков. Не моя родина, но это родина. Вот этот дом, это родина. Когда ты чувствуешь землю. Вот дышит почва и судьба. В детстве ты не понимаешь, что это такое. Ну что такое дурацкие слова? И дышит почва и судьба, да? Вот это есть родина. Это есть чувство, что ты, как Станиславский, знаете, основная его идея, вся система вообще, я есмь. Ты должен почувствовать, что ты имеешь право здесь находиться. Все. Вся система для этого. Круги внимания, сквозное действие, атмосфера, все. Только для того, чтобы ты мог стоять или сидеть, или что-то делать, понимая, что ты на это имеешь право. Я есмь, я здесь. Для этого жизнь, в жизни, для этого жизнь проходит. У мальчика или девочки маленького чувства родины нету, потому что они там не жили, ничего. А родина возникает в какой-то момент. Хотя бы одну секунду вы сами с собой разговаривали о том, что всего пара компромиссов, всего пара абзацев молчания. Есть, есть. И все останется как есть. Нет, такого нет. Я сейчас даже с вами говорю и буду говорить не полностью откровенно, о чем вас и предупредил. А потому что по разным причинам. Если бы я точно на это решился, то знаете, как мы были в Израиле, вот когда у вас слово «Нова», там была Алла Пугачева. Ну я ее не знаю, но люди, которые с ней ехали в лифте, рассказывают. Вот она стоит в лифте, она их не знает. Она смотрит на раздвижение лифта, сейчас она выйдет. И она вслух говорит, ну вот только Максиму тронут, я начну говорить, мало не покажется. Какая прелесть. Какая прелесть. И вот сказануло. Да? И что должно тронуть, чтобы вы говорили так, что мало не покажется? Да не хочу фантазировать даже, не хочу. Но зачем? Во-первых, не хочется. Столько говорят много, под чем я готов подписаться в интернете. И так я этим живу, что просто в хор вступать. Но у меня другая область. Я поэтому и говорю, давайте лучше про искусство поговорим. Потому что, ну что тут понятные вещи повторять? А я бы хотела как раз о Сереже поговорить. Просто так получилось, что я как раз смотрела тот самый последний спектакль, где еще играл Белый. И там в зале, я не думаю, что все знали, что это последний его спектакль, но такой нерв был. Было как-то почти невыносимо это смотреть. Но как-то вы почувствовали эту историю про то, что мальчик-ребенок Сережа не является субъектом этой истории, а он объект, который не принимает никакого участия. И вы соединили... Это была идея этого спектакля. С этого все началось. Я так думал, поставлю в середине комнату Сережи, там будет Воронский, а там будет Каренин. И она будет бегать от одного к другому, пользуясь моментом, когда он или пошел погулять, или он спит, или он чистит зубы, потом обернулся, а она уже успела выскочить. Только бы его не увидеть. Потом это изменилось, но это была первая идея, что физиологизировать грех. А грех по поводу ребенка. Но дальше вы соединяете Анну Каренину с жизнью и судьбой Гроссмана. Где этот великий совершенно монолог, когда она спрашивает, я хочу знать про своего сына. Она отдала своего сына на войну. Ой, тебе же пора одеваться. Ой, я встала на твое платье. Сережа, Сереженька, Сережа, подожди, Сережа, 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 вы кто, вы кто, где Сережа, где Сережа, где Сережа, вы кто, а я кто, я кто. Где Сережа? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мать умершего лейтенанта принял комиссар госпиталя, батальонный комиссар Шуманский. Красивый человек с выговором, свидетельствующим о его польском происхождении. Ина, моя жена, была категорически против того, чтобы я соединял, потому что многим людям это не нравилось. И ей в том числе. Ну, зачем сюда достаточно это? Это какое-то головное. Ну, она критик мой. Вот когда вот сейчас, недавно... Она говорит, что ты как-то угадал. То есть это же выросший Сережа. Ну, конечно. Это через сто лет ее настигло женщину, неважно, Каренину или вот эту самую жену Штрума. Неважно, это женщина. Женщина, которая упустила ребенка, неважно, через сто лет, с точки зрения верха сто лет, это вообще ничто. Там, кинул камень, попал не в Каренину, а в другую такую же. Или почти такую же. Она там не тем грешна, но все равно она его, своего сына отдала, отдала своему мужу, потому что, по-моему, это не сын был Штрума. Это от первого брака. Да, от первого брака. Да, значит, она отдала, выйдя замуж за Штрума, она как бы сына... Ну, он не очень любил, как ей казалось, Толю, сына. И она его отдала. То есть, ну, наказание... Между мужем и ребенком женщина выбрала мужа. Мужа настигает. Не ее, так в другой ипостаси ее. В другой реинкарнации ее. Ну, вы же понимаете, что вы угадали этот рефрен, где русская женщина между мужчиной и ребенком выбирает мужчину. И почему-то сейчас это выглядит совсем трагично, когда ребята уходят на войну, и мамы покупают им бронежилеты. То, что сейчас происходит, это вообще за пределами моего понимания. За пределами просто. Вот тут я готов просто заплакать от беспомощности, потому что... Потому что, ну, что же за... Ой, сейчас я скажу какие-то слова. И закроют этого Сережу к чертовой мать. Ну, что же это за нация, где мамы отправляют на эту неправедную войну детей своих. И машут им руками и крестят. Ну, что это такое? Ну, что это? Вы говорите, почему в Невзраче? Куда? Вот туда? Я в ужасе. А где мои зрители? Это что, вот эти мамы придут смотреть? Что? Про Костика они придут смотреть? Про Сережу они придут смотреть? Я не знаю. Это какое-то открытие. Вот как будто открылись шлюзы. И вдруг какая-то папиросная бумага, что ли, ушла, на которую я смотрел. И мы все смотрели, думали, что там что-то нарисовано. А это оказалось вот кальки какие-то. Они шурша куда-то уехали и остались вот... Как они их отпускают? Я не понимаю. Просто не понимаю. Просто не понимаю. Я понимаю, когда люди бегут. Я не понимаю мам, которые отпускают. Куда? За что? Они что, с ума сошли? Это что, они телевизор насмотрели? Что в телевизоре действительно заключен дьявол, через телевизор действует? Я читал книжки про это, но я не могу понять. Может, потому что я его не смотрю. Вот кто-то мне говорил даже, знаешь, такой эффект. Я несколько дней посмотрел и думаю, а может быть, там правда? Так. Какой-то эффект наступает. Черт его знает. Что-то с народом произошло. Это как вот, что не удавалось Чумаку и Кашпировскому. Они с телевизора вот так вот лечили. А эти с телевизора заболевают. Ну, у них получается почему-то? Почему? Неужели это телевизор? Или что? Я вот ответа не знаю. Меня начинает колотить от этого просто. Потому что я не понимаю. Я только хотел сказать, если телевизор, то театр тоже может как-то антидействовать. Как-то. Так я хочу тогда сделать там антидот маленький. Понимаете? Хоть маленький, это несравнимо с аудиторией. Но у кого какой голос, у кого какие возможности. Кто-то маленькой кисточкой рисует, а кто-то пишет этими самыми баллончиками. Понимаете? И ничто не хуже. Есть просто разные способы как-то делать мир лучше. Все равно его целиком не сделаешь лучше. Ну, хоть комнату свою убрать, я не знаю. Если ты делаешь спичечные этикетки, это же не хуже, чем ты постеры огромные делаешь. Это ты все равно делаешь что-то. Это вообще от Земли до Луны до звезды, я не знаю, все равно больше размер, чем любая твоя картина. Чем любой первый канал. Ну, так сосредоточься на спичечной этикетке, если ты любишь это делать. Или на маленьком портретике. Вот камеи. Знаете, в последнее время я что-то там стал иногда заходить в комиссионные магазины. Чем ближе к дню рождения моей жены, я думаю, может зайду, может что-нибудь увижу. И там огромное количество, уж я не знаю, наверное, всех порезали этих женщин, или они умерли, которые носили эти камеи. Знаете, камеи вот такие. Это глаз не оторвешь. И почему-то завал, как будто вот все, кто умирает, бабушка, у нее камеи. Дети приносят в магазин. Это камеи, вот так вот. Это редкая вещь вообще, очень красивая, но это много. Ну, сделай камею, мир станет лучше. Я вам скажу даже секрет. Даже если никто этого не увидит. Вот вы ее сделали, упала бомба, и все. И вас убило, и камею разрушило. Мир станет лучше. Потому что, не смотрите на меня так, Катя. Мир станет лучше. Потому что ты делаешь не для человека. Ты делаешь вообще для пространства. Ты делаешь для правды. Вот есть зло, а есть не зло. Вот если ты сделал камею, дальше не важно, почему переживаю. Конечно, переживаю, но мне важно дальше сделать. Понимаете? Еще одну камею. Если это можно сравнить вообще то, что я делаю с этой божественной скульптуркой маленькой, брельефом. Я хочу сделать ее. Носить никто не будет, не надо. Ну, что делать? Закроют, ну, закроют. Я дальше уже не властен. Я, конечно, хочу за нее получить большие деньги и купить яхту, необитаемый остров. И, не знаю, там, 50 любовниц иметь. Ну, я не знаю, там, и сауну. Понимаете? Я не знаю, что у меня как-то фан... Вообще, я хочу ходить на репетицию. Я хочу ходить и делать камеи. Понимаете? Вам понравится? Купите, возьмите. Не понравится? Оставьте. Думаете ли вы, что вот эта история про женщин, которые теряют своих детей, и с каждым разом все меньше эмоций испытывают по этому поводу, все меньше за них борются? Это история генетическая. Ведь с самого начала 20 века русские женщины теряли своих детей, ну, и мужей, и детей. Не знаю, когда говорят о какой-то вот генетической послушности русского народа, у меня что-то очень сильно восстает, а что-то очень сильно ужасает, потому что похоже на правду. Вот что-то очень сильно восстает. Я не хочу этому верить. Я никогда этому не верил. Хотя эта страна крепостническая и рабская, и весь этот Советский Союз, он только и уничтожал высовывающегося человека. Только и делал. Высунул? Или купим тебя, и ты будешь, вот, сукой лагерной, понимаете, и будешь с нами, или мы тебя уничтожим. Есть такой опыт, знаете, когда 10 крыс и кинули еду, они все кинулись, и электроток, они все отскочили, одну убрали, посадили новую, тоже еду, 9 не кинулось, кинулась одна, они все накинулись на нее, отскочили, ее убрали. Они дошли до того, что никто не знает, никто не знает, что будет ток. И никто еду не берет. Они передают друг другу информацию. Это очень развитое животное. Почти как человек, может быть, даже выше в чем-то. Они передают друг другу информацию. И человек передает информацию. Какую информацию он у нас может передать? Как Петр Первый сначала всех постриг, потом всех посек, потом накол посадил, потом это так, декабристов, это революция. Хуё моё, извините. И, значит, какую информацию он может передать? Ну, не надо высовываться. Я считала, что это пятое поколение русских женщин, которые остаются без мужчин сейчас. Уехали они или ушли на фронт? Ну, вы помните Чеченская война? Как они ездили на фронт? Чеченцы даже отдавали пленных, матерям. Вот, мама, приезжай, забери своего сына. На. Больше не приезжай. Хорошо, сынок, иди. Всё. А сейчас что? Иди. Господи. Половина молодых людей, которых я знаю, они с родителями вот так, вот так, что-то, кажется, испорчено там. В каком-то, надо как-то кому-то подстроить это всё. Сбой человеческой программы. Но мне ещё кажется, что если раньше нас учили в том, что сказки зло страшное такое, чавкающее, ужасное, но всё равно потом, в конце концов, придёт добро и победит, то в жизни всё оказалось совсем не так. Зло побеждает. В сказках тоже этого нет. В сказках это идея. Вот мы... Русские сказки, которые вы собирались ставить? Да, у Фоминка. Там начиналось всё со сказки. Там есть такая сказка «Лихо». Называется «Лихо». Жил-был мужик. Вот он прослышал, что есть такое «Лихо», но никогда не видел. Ему стало как-то нехорошо. Надо пойти лихо посмотреть. Он пошёл. Избушка, колья, головы, там всё сидит «Лихо». В общем, «Лихо» его там просто сильно начало мордовать и кормить человечина, и всё. Он вырвался, бежит в лес, лихо слепое, за ним. У него рука застряла в дереве. Если нагоняет, он видит в дерево воткнут серебряный топорик. Он себе начал руку рубить, отрубил. «Лихо» ближе. Он оставил руку в дереве, вбежал в свою избу, истекая кровью, и говорит, «Господи, вот замечательно, я «Лихо» видел». Это русская народная сказка. Это автопортрет сегодняшнего дня. Вот лихо все сейчас посмотрели и смотрят. Уже руку не первую себе рубят. Ну, хватит. Надо перелеснуть и начать другую сказку. По щучьему велению. Тоже глупая. Глупая-глупая. Абсолютно. Но хотя бы без убийств. Ну, какую-то другую сказку просто. Или как кто-то на ком-то поженился, я не знаю. Там тоже есть такие сказки. В общем, абсурдные, но без патологии. Без особой патологии хотя бы. Но надо перевернуть страницу. Ну, есть еще сказка про Колобка. Это чудовищная сказка? Абсолютно. Чудовищная. Помните, на чем она его сделала? На грудном молоке и пыли с полок. Да. А хвостиком махнула там что-то. Есть мышка хвостиком махнула, что-то она там и разбила. А, яичко, яичко, курочка, курочка. Чудовищная. Если вы читали оригинал этой сказки. Нет, я не читала, расскажите. Ну, как там. Снесла курочка яичко, значит. Золотое. Ну, да. Значит, но хвостиком махнула эта дрянь. Родственница крысы. И, значит, она разбилась. А дальше идет перечень. Шел поп. Все книги изорвал. От горя. Шел звонарь. Все колокола перебил. Шел там кто-то еще. Все поломал. Люди, когда видят, что это горе вот наступило, яичко разбито, начинают ломать кругом все. Ничего не остается. Так. Все. Сказке конец. А новая она... Да нет, никакого нового. Это детская версия. Ничего нового нету. Это расхреначилось, и все убилось просто совсем. Слушайте, что же у вас там за спектакль должен был быть? Нет, нет, я не хотел про эту сказку. Мне достаточно лихо. Там все остальное должно было быть. Ну, как сказать, это, ну, это же про нас. Это сочиняли наши прадедушки и прабабушки про себя. А девочка, которая больше всех ягод собирала, ее подружки убили. За это. За это. На ее месте вырос тростник. Братик пошел, сорвал тростничок, сделал дудочку. Дудочка ему сказала, а я вырос на могиле девочки. Ну, как сказать, все. Театр одна из самых быстрых возможностей реагировать на то, что происходит вокруг. Все-таки это... Это кажется так. Нет? Для того, чтобы это развернуть, это месяцы. Месяцы. Это не то, что приехал, начал репетировать. Во-первых, что? Должны быть актеры выбраны, собраны. Должны быть в театре деньги на то, чтобы это все происходило. Потому что действительно время идет с катастрофической быстротой, настроение меняется. А театр это сегодня. Им плевать, кто придет смотреть на спектакль, что я год готовился. И тогда это было актуально. Им нужно, чтобы было актуально сейчас. Когда вы ставили Алексеевич в театре, в те годы это было фрондой? Нет. Во-первых, это был уже какой-то там 86-й год. Но это уже были такие послабления. Там нет ничего. Нет. Вот когда он захотел поставить... У Червинского, Саша, была такая пьеса, «Ленинградец» называлась. Очень хорошая пьеса. И там он захотел ее поставить, мой папа. И там действующее лицо один был, ГБшник. Ему не дали это поставить туда. Он встречался, его позвали на разговор. Он встречался где-то, чуть ли не в машине с ним. Пришел, я вообще таким никогда не видел. Он как будто увидел что-то мерзейшее такое. Мерзейшее и страшноватое. Вот он с ними поговорил. Я помню только он говорил. Я им говорю, что сейчас же многое изменяется, и взгляд на вашу организацию как-то по-другому сейчас начинает звучать. И один из них так резко покачал головой, и говорит, что никогда этого не будет. Он пришел просто абсолютно подавленный после этого разговора. Как вы думаете, в какой момент что-то пошло не так, и все перемены к лучшему, которые были в России, перестроечные, допустим, оказались несостоятельными? Ой, Кать, я не из этой сферы, чтобы об этом думать. Но вы же думаете сейчас о том, что я мог сделать? Что я мог изменить? Я не думаю. Я думаю, что я завтра смогу сделать. Или сегодня вечером, что я должен сделать для того, чтобы завтра продолжить это дело. Вот такой круг моих мыслей. А что когда-то, когда-то кто-то или я не так сделали, я просто об этом не думаю. Иначе начнутся сплошные страхи, сожаления, а я так про прошлое не могу думать. Это тягостно, не перспективно. А думаете ли вы о том, что культура оказалась несостоятельной перед большим злом? Что все прочитанные книжки, все увиденные фильмы, спектакли ничего не изменили в людях, которые расчеловечиваются гораздо быстрее, чем образовываются? Не думаю. Ну, на самом деле, я бы с вами не стал спорить, если бы не на камеру. Просто не потому, что я вас не уважаю, вы недостойны спора со мной или с кем-нибудь другим. А просто сейчас настолько разные мнения по поводу каких-то вещей, что если бы вы действительно так думали, ну, если вам это помогает, значит, а вы так думаете? Мне это не помогает. Мне это не помогает, потому что я этим каждый день занимаюсь, каждый день об этом думаю. Если я подумаю, что и то, что я сейчас делаю несостоятельно или хочу делать, то тогда этим не надо заниматься. А больше ничем я заниматься не могу и не хочу. И в чем тогда смысл этих выводов? А потом, что значит несостоятельно? То, что Лев Толстой был, это что, несостоятельно? Потому что вот сейчас идет такая жуткая война? Есть люди, которые согласны с этим или развязали ее, или что. Вот Лев Толстой виноват? Качушь. Булгаков ни при чем, и Платонов ни при чем, и Мандельштам ни при чем. Вообще художники ни при чем. Они делали и делают свое дело. Был там чикатило, что он не читал какие-то книжки, или они на него не подействовали. Что же делать? Столько людей рождается в мире и столько живет, что половина или, наверное, часть из них так уродливо устроена, что на них не действует ни Толстой, ни что такое высокое. Это не делает их лучше. Они заняты другими делами. Вот я в Риге когда был на репетициях, мы поймали машину, заблудились, и говорим к театру Аллеса Херманиса, Новый Рижский театр. Он говорит, а где это? Я говорю, называю адрес, едем. Я говорю, а вы что, никогда не были в театре, вы не знаете? Он говорит, нет, не был. Я говорю, это очень хороший театр, очень хороший театр. Он говорит, ну, это не мое. Я говорю, у меня же настроение было такое, в отличие от вас. Я хотел поспорить. Я говорю, а почему? Это очень хороший театр. Я говорю, а если бы ваш товарищ сказал бы, пойдите, посмотрите, это очень интересно, вы пошли бы, у меня нет таких товарищей. И так мы расстались, не найдя. В него не прошло это. Ему не нужно это. И что я могу сделать? Херманис виноват в том, что в его же городе живет молодой человек, который ездит на машине, который плевать хотел на его театр. Он что, виноват? Или что? Я виноват, что его не раззадорил. А что кто-то виноват? Никто не виноват, он такой. Ну, что делать? Ну, крыса есть крыса. И что? Вот вы ей будете объяснять, что у белки есть хвост, а у нее нету. Это лучше с хвостом пушистым ходить, а не с ее обглоданным каким-то драным, каким-то жутким хвостиком. Но она не поверит, потому что она крыса. Так она сделала. Помните главный тезис Нобелевской лекции Бродского? Нет. Про то, что эстетическое воспитывает этическое. Да, не у всех. Кому-то плевать и на эстетическое, и на этическое. Это огромное количество людей. Они, собственно, занимаются политикой иногда. Не знаю. Я в это... Мне больше интересно, что делать в это время, когда кажется, что делать этого не нужно, потому что все заменяет, все заполнено, каждая клетка заполнена каким-то другим нервом, другими интересами, другими волнениями. Какой театр должен быть, какая литература или вообще... Ну так как я театром занимаюсь, я вот про театр думаю. Какой театр... Вот какое... Чем не стыдно заниматься, чем нужно заниматься, что может пригодиться какому-то количеству людей, может быть, малому, которые, в отличие от таксиста, пойдет в театр, Херманинс или ко мне, или куда-нибудь. И до кого это... Это вообще малое, это очень узкое, не надо этому... Знаете, как я... Когда к Васильеву когда-то... Когда пришел, давно-давно, к Анатолию Васильеву предлагать вот что, если я могу там спектакль поставить, или чтобы он перенес к себе мой сделанный спектакль «Гамлет». Ну тоже я был таким, относительно мальчиком таким. Он говорит, да, вот. Вот. Показал свое помещение. Я говорю, а сколько здесь мест? Хотя я там был, но я никогда не считал. 48. Я говорю, Толя, а нельзя ли стульчики поставить, как-то подушечки положить? Я не знаю. Он говорит, ты знаешь, вот когда 48 мест полны, и еще кто-то не попал, этого вполне достаточно. И я с тех пор очень часто вспоминаю то, что он сказал. Это вполне достаточно. Театром вообще интересуется, кому он нужен. Ну кому он нужен? Кто любит это искусство вообще? И даже кто любит, часто говорят, ой, все плохие, плохие, плохие. Вот там я где-то видел. Там, я не знаю. Это маленькое количество народа. Ну и что? Ну вот для них. Вот для них. Ну как вы себе отвечаете? Да вообще даже не для них, а для истории. Ах, так? Ну конечно. Ну а что? Конечно, для них, через них куда-то это все должно раствориться в комнате так, чтобы прилипло к стенкам, чтобы следующее поколение соскребали и намазывали бы это на бутерброды, на свои. А иначе-то зачем? Только так, между собойчик, между живыми. А это не между живыми. Это посредством, посредством вашего прихода в мой театр. Вот вы живы, а я живой пока что. Но происходит нечто большее. Это связь того и того. Какое-то звено цепочки. Только в этом смысле это имеет вообще резон этим заниматься. Я не зря вас спросила про «У войны не женское лицо», потому что «У войны не женское лицо» это была попытка нового, другого разговора о войне. И когда вы сейчас говорите о том, каким должен быть театр, какой должна быть литература, кажется, что действительно все это должно измениться. В какую сторону? Вот я и думаю, я не знаю. Я не знаю. Я только понимаю, что по остроте и по откровенности и по какой-то вот... Ну вот я вспоминаю многие свои спектакли. Вот сейчас нельзя было бы, я не мог бы так поставить. И вот, я не знаю, по остроте это должно так же резаться. Ну, когда я говорю в искусстве резаться, это значит, ну, как герника, вот, как раз она режется, режется, но она абсолютно это новое искусство. Это, во-первых, искусство, во-вторых, новое искусство, во-третьих, огромное искусство. Это очень красиво просто, это божественно красиво. Хотя вот там ни одной свастики нет, например. Можно же... Это фашисты разбомбили, сожгли деревню. Можно было бы на какую-нибудь лошадь сделать там... что, типа, она виновата. Такая злободневность. Было бы слабее? Это все большой вопрос. Вот, например, из кабары убрать свастику было бы хуже, а прибавить ее в гернику картина стала бы хуже. Где тут вот эта публицистичность, как бы, где ее можно и насколько ее дожить? Это, конечно, должен решать каждый человек сам в соответствии с каким-то чувством своим. но вообще вот это вот очень интересно. Потому что хочется-то... Ну, даже не хочется, а кричиться. Как-то, не знаю, как это сказать... Харкается. Вот что-то... Но... Надо... Надо по-другому. Во всяком случае, я про себя думаю. Это не мой стиль. Я не хочу... Я не хочу так переходить на... на публицистику. Это... Я буду чувствовать себя не в своей тарелке. Чем вам нравится Америка? Ну, вообще-то вот этим. Мне почему-то вот в тех странах, где я был, немножко жмет как-то вот во Франции, французы. Здесь вот буквально никому нет дела до тебя. Вот я могу сейчас штаны снять и пойти в трусах. Это удивит только вас. Больше никого. Больше вообще никого. Просто. Все, что хочешь. Если можно встретить... И никто ни на кого не пялится, что, мол, ты не такой. Это как-то... Я в толпе. Я вообще не очень не люблю толпу. Совсем. Чем дальше, тем больше. Но здесь мне как-то даже в толпе симпатично. Вот я когда в магазин выхожу, я через толпу прохожу. Ну, по улице. Через Бродвей, там, скажем. Много народу. Ничего. А что в Европе вам не так? Где жмет? Французы, они какие-то такие все хорошие такие. Я чувствую себя... А здесь есть и хуже. И ничего. И ничего. И ничего. Я вижу, как им хорошо. Как они не думают об этом. А если бы вы выбирали место сейчас сами в мире, где бы вы хотели работать, это что было бы? Это была бы та Москва, откуда я уехал на следующий день до войны, конечно. Или же, о чем мне мечтается, здесь, в смысле театра, непаханное поле. Вот мне бы очень хотелось здесь что-то сделать, чтобы люди пришли и подумали, о, мы хотим следующий, а что вы следующий? А, мы уже купим... хорошо, и у меня был бы драйв, что это кому-то нужно. Пока это держится на моей... на моем таком азарте... Да не сдохнуть, наверное. Это называется азарт не сдохнуть. Да. Правильно. Что вы сейчас будете ставить здесь? Евгения Онегина я ставлю. Вот это да. Круто. Не важно, что я ставлю, важно где. Вот это вы не спросили по неопытности. По неопытности где? Мы объявили о создании лаборатории моей, которая была в Москве, будет называться, то есть она уже называется Крымов Лаб Нью-Йорк-Сити. Ага. Это пока у нас вот одна женщина дала 400 долларов. Так. Которая видела мой спектакль здесь в Филадельфе. Подруга нашей подруги, теперь уже и наша подруга. на эти 400 долларов мы можем провести 10 репетиций по 4 часа, значит, снимая помещение по 10 долларов в час. Мы блуждаем пока. это уже третье помещение за эти дни, которое мы меняем. Актеры не получают ничего. Это заранее было известно, кто хочет со мной, ребята, кто хочет со мной поработать бесплатно. и художников то же самое, и музыкальный режиссер тоже, и продюсер тоже, и переводчик тоже, и дизайнер по костюмам тоже. Человек 15, кроме актеров, с актерами, наверное, 20, почему-то приходят и репетируют, не важно что. Я их выбрал по кастингу. Это русские актеры? Нет. Нет. Нет-нет, это американцы. Я говорю, хотите посмотреть мой спектакль, Костик? Кстати, сегодня мне позвонила Маша Ревекина и сказала, что или спектакля не будет, или надо фамилию снять, мое. И вы что сказали? Снимайте, но до этого мне звонил две недели назад или недели назад Костя Хабенский с тем же по поводу Сережи в Амхате. Я сказал, снимайте, конечно. Снимайте, играйте, снимайте. Он говорит, ну все равно что все знают. Я говорю, знают, не знают, играйте. Так вот, я им показал Костика. Вот этим незнакомым людям, которые я нашел по кастингу. Катя, это такое впечатление. Я говорю, ребята, я счастлив, между нами никакой разницы нет. Они говорят, мы хотим так, мы хотим вот так вот, давайте вот так делать. Это просто, я не знаю, они ничего от меня не получают, ничего, никаких денег, копейки не получают. Один приехал вообще из Лос-Анджелеса, второй из Англии. Это вообще, ну, некий дурдом. Мы все привыкли, ну, ладно, не важно, к чему он привыкли. Искать резону. А вот здесь вот много людей, много людей, оказывается. Ну, художницы чудной девочки просто. Я не знаю, они знают, где что брать, приходят, они ответственные, они что-то делают. Такая художница по куклам, наполовину японка. Красоты, во-первых, неимоверные совершенно. Во-вторых, она все время сидит на репетиции, говорит, можно я на репетиции буду сидеть и делать? Я говорю, ну, конечно, делает. И она делает, и дома делает, и приносит. Всегда вот такая худющая, длинная, красивая, какие-то баулами приходит, приходит и уходит с ними. У нас там оставлять ничего нельзя в этих помещениях. Но никаких русских артистов у вас в степени нет? Нет, у меня одна девочка есть, потому что мы давно знакомы, и мне она как-то понравилась, когда я ее где-то мельком видел. И мне она нужна просто как... Ну, вообще, трудное имя дело, когда вообще никого не знаешь. Я волновался, когда шел на первую репетицию. А сейчас? Нет, я к своим прихожу. Я к своим все, три репетиции, все. А когда будет премьера? В декабре должна быть. Ну, это не то, что там спектакль, как вот там, у нас же денег-то нет, декорации не то, чтобы будет декорация, будет какая-то такая... Ну, я хочу стиль такой найти, чтобы как бы эскиз и был стилем. Ну, как вот вы в Третьяковке, вы смотрите на эскизы, там, я не знаю, Иванова, «Отъявление Христу народа», они же намного лучше, чем сама картина. Более живые, более такие... Или репина, заседание Тайного совета. Окей, вот эскизность, это и есть стиль. Потом, кстати, какой-нибудь Врубель так и писал большие-большие картины. Это просто было другое время, и они отдрючивали картины как нечто обязательное. Испытываете ли вы на себе то, о чем говорят в России, как о канцеле русской культуры? Ну, вот я приехал же сюда ставить Лишневый сад, когда началась война. Это так совпало. Продолжать ставить. И тогда я почувствовал некоторые очень неприятные вещи, которые происходили от такого группового страха, что вот здесь они боятся быть не таким, как все. Вот если такое указание есть... Вот мы сделали декорацию к моему спектаклю в России, в Питере. Очень хорошей мастерской, потому что они взяли в пять раз меньше денег, чем американцы. Привезли. Это стоило просто неимоверных усилий. И сделать, потому что это очень такая технологическая штука была. И привезти, потому что это уже война началась. И как-то это все, значит, привели, подняли цены, все, нашли деньги. В общем, приехало это наконец в театр, в Филадельфия. И в этот день стало известно, что... Театру стало известно, что Метрополитен в Большом театре делал то же самое. И официально отменил заказ. И они сказали, все, не распаковывайте, отправляйте, а мы отправляем обратно. Вот эту всю декорацию, она должна стоять на сцене завтра, потому что через неделю премьера. ну, это вот, пожалуйста, этого не произошло. Но я увидел, что это могло вот так произойти просто. Вот так. А на уровне личных отношений? Нет. 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 Конечно, нет. Ну, то есть, идиотов много ведь, и людей, которые равняются на... на какие-то там, ну, установки, кем-то данные, и здесь, в общем-то, много, наверное. Я просто с ними не общаюсь. Актеры? Вот актеры. Тьфу, господи, боже мой, ну, это... Нет. Вот они смотрели сегодня Чехова. Мои интерпретации еще. Ну, я не знаю, каждый день играют то Татьяну Ларину, то Евгения Онегина, то Ленского, то Пушкина, то я не знаю, что. Нет, ему ужасно интересно. Может быть, это далеко от России, просто чем ближе, тем больше. Я не знаю, как. Хотя, извините, если глубже на этот вопрос, не то, что там они против или не против, они просто не знают. Например, Пушкина они не знают. Моя задача сделать Пушкина, это, собственно, объяснить им, какой прекрасный роман. Я говорю, ребята, еще и сейчас объяснить. Это представьте себе ситуацию, когда вот у вас был, как он назывался, Перл-Харбор, да? Вот начало войны, когда японцы вас расшарашили, и вы их всех выслали из Америки. Да? И в это время четыре бредовые японца собирают людей и рассказывают, какая прелесть Хокку и что за этим стоит. Вот это примерно такая же ситуация, как вы, в стиле русских, старых человек, эмигранта, рассказываете про Евгения Негина вот в этой ситуации, когда, как вы спрашиваете, русская, вполне возможно, и мимо. Какое у вас отчаяние? Отчаяние рассказать про эту прелесть. Вот криминал где, вот острота момента, который я хочу добиться. Я не знаю, получится это или нет. Там в Москве у меня ничего подобного не было, не было, я делаю, но это было про другое, про другое. А здесь про это. Русское искусство, в любом случае, оно не может существовать в вакууме. Как вы думаете, какими тоненькими струйками культура будет проникать из России вовне и извне в Россию? Вот, знаете, я кое-что подумал, могу с вами поделиться. Я подумал, что культура, ну, в данном случае русская, она за границей не может полноценно существовать. Совсем не может. Для этого нужна почва, чтобы она выросла оттуда, и ты, когда ходил, ты ногами чувствовал, кто там лежит на много слоев вниз. Здесь этого нет ни у кого. Это не было ни у Бродского, ни у Набокова, ни у кого не было. Но, если человек достаточно сильный уже там был, и вот он уехал, и он начинает работать, просто потому, что он работает. Ну, как Бунин, вот он ехал, он писатель, ему кто-то там помог, домик дал в Грассе, и он там писал. Написал вещи, о которых мы сейчас не помним, где он их написал. Самая темная аллея. Он именно там написал. Там о Бунине не знает никто вообще во Франции. И здесь никто не знает. Здесь о Бродском никто не знает, хотя он здесь жил. Вообще никто. Это все такие вещи русские. Но потом, при жизни или после смерти, их деяния переносятся домой. И становятся... Они входят туда, в землю, автоматически. Вот просто вот так, как... Не хочется с ракетой сравнивать это сейчас. Ну, скажем, как стрела лука. Вот знаете, вот там... И она вот туда воткнется. Вот и бунинское творчество, и творчество Набокова, и там, Бродского, и вот каких-то великих... Они вот так раз, и там растворяются, и уже новое поколение, которое пишет стихи, или прозу, или там... Ну, насчет театра я не знаю, но надеюсь, что и в театре тоже. Это как свое. А сделано это было там. Понимаете, Саниславский написал «Моя жизнь в искусстве в Америке». Здесь. Живе в гостинице. Ну, кто-то это помнит? Имеет значение? Только для его биографии. Это, в общем-то, человек немного в космосе живет, в барокамере такой странной. Удобно или неудобно, неважно. Для художника, главное, нету туда. Бродский, сколько бы ни писал там про гудзон, или там что угодно американское, он все равно это писал в связи с Васильевским островом, с биржей, с Невой, с какими-то постелями там оставленными, с мятами. Там. Вот и функция. Не сказал бы, что это миссия, но может быть, даже в какой-то мере миссия. Если можешь что-то делать, делай, там пригодится. А там пригодится, это все будет большой суп. Большой суп такой классный. Суп, куда входили все твои любимые. Вот формула, по которой, я даже когда написал это себе на листочке, я как-то успокоился. Думаю, что ты думаешь, зачем, зачем? Да вот, делай, делай. А если ты не человек культуры, а если ты инженер? Это я не знаю. Это я не знаю. Я просто не знаю. Никогда не было отечественников. Не знаю. Лучше ли вы сейчас понимаете Протского, Барышникова, Довлатова и других ребят, которые уехали сюда и начали как будто вторую жизнь. другую? Ну, я по-прежнему, только уже зная, о чем речь, я ужасаюсь их решению. Я понимаю, чего это стоит. Хотя им было, наверное, даже сложнее, чем... Не знаю. В общем, это очень трудный шаг. Наверное, лучше, потому что практически... Ну, слушайте, когда вот... Мне не 14 лет, но когда я не знаю, как куда-то пройти, как спросить в метро, и как... Вот я помню, я не знал, как заплатить метро, как купить билетик в метро, но думаю... Я вообще в Москве не езжу на метро, у меня машина. А здесь у меня машины нет, я... Метро, и еще не... Это довольно утомительно. Это часто едешь на репетицию в метро, по лестнице, с лестницы, ну, приходишь так усталый, в общем. Но еще я билетик не знаю, как купить. Ну, никто же не проводит курс молодого бойца, билетик, так, запомни, интернет, так, это так, это все как-то мы сейчас живем, пугливо заглядывая в почтовый ящик, что это за счет пришел? Надо платить, а когда, а кому, а как, или это не надо, или наоборот нас успокаивают, что все уже уплачено. И вообще, что это все значит? Что это все значит? Понимаете, вот этот мир, который так местным людям хорош, потому что они ходят в шортах, в холод. Вы верите, что на вашем веку кончится война? Конечно, она скоро кончится, вообще скоро все поменяется, конечно. Конечно, конечно, я уверен. Вам голос был? Я не скажу, но у меня интуиция кончится. Вопрос, что будут делать эти люди, которые терпели так, и так проявились нехорошо. Куда они денутся? Их же не выкинешь из страны. Значит, они что, скажут, извините? Вот этого я не понимаю дальше. А это не будет продолжаться долго. Это правда, что когда Иоанну Павлу II показали портрет его, нарисованный вами, он утешил кардинала, в который ойкнули, сказал, да-да, это я. Что это за история? Да, он сказал, не бойтесь, это я, только по латыни. Да. Ну ли ты и герега сум? Что это за история? Как вы рисовали его портреты? Почему он оказался? Фотография. А как он у него оказался? Я ему привез подарить. Вы с ним знакомы? Нет, познакомился. Послушайте, я думаю, что довольно большое количество людей рисуют портреты понтифика, так или иначе, но не все есть. Но не знакомятся. Да. Что произошло? Ну я решил познакомиться. Ну как так получилось? Ну я упорный, когда хочу. Вот. Ну это длинная история, очень длинная история. Он вам понравился? Он мне? Да. Очень. Ну не то, что понравился, я увидел святого человека, это было ясно. Не спрашивайте, из чего? Это просто было ясно. Вот он сказал, не бойтесь, это я. Мне тут же перевели это. Потом я узнал, что это фраза Христа, когда он встретил двух апостолов в Эмаусе, уже после распятия. Они не узнали его, он отодвинул шляпу, они испугались, он говорит, не бойтесь, это я. Дальше они пошли, и вот у них была трапеза, город Эмаус. Ну ладно, значит, я уезжаю в Москву, проходит год, папа умирает, я решаю вот этому кардиналу Кондрусевичу, через который я туда попал. Да. Я его сфотографировал, так перед, напечатать как-то и подарить. Приезжаю, оказывается, он уехал на похороны, я говорю, когда он приедет, в пятницу, в пятницу будет такая месса, все, я на мессу опаздываю, сижу с этим портретом. Дальше католическое место состоит из того, что одна ее часть из публики, из пасты выходит какой-то человек и читает, вот так открыв Библию, какое-то место. И выходит человек, открывает и читает про то, как-то помнилось. Я сижу, уезжав этот портрет на задней скамейке и думаю, что происходит. Верите в то, что есть жизнь после смерти? В каком-то виде, конечно. Если бы я в это не верил, то... Ну, нет, конечно, верю. Ну, как сказать, потом, что назвать жизнью? Я не знаю форму этой жизни, никто не знает, но разве когда... Вот кто ваш любимый художник? Мой Рафаэль. Отлично. Вот когда вы видите картину Рафаэля, он вам помогает жить, очевидно, если вы его любите. улучшает настроение, вообще, дает вам какую-то ласку, я не знаю, фантастическую гармонию, показывает, что это возможно. Вот написать такую женщину возможно. У меня, где моя картина, там почти все мужчины. Вот написать таких мужчин возможно. У Рафаэля мужчина, что это за картину? А это сюжет, который едва ли он сам придумал. Это среднее между снятием с креста и положением в огроб. Это картина, которая висит в галерее Боргезе, и там фантастический зеленый цвет. Ну, короче говоря, он вам передал эту прелесть. Этот зеленый цвет. Он передал мне страшную боль. Боль передал. Боль передал. Он жив или нет? Для вас. Да. Ну, все, значит, что за вопрос? Есть ли жизнь после смерти? Он-то умер. Искусство – это способ передания, передавания жизни после собственной смерти. В этом его функция. Вот этот бизон, который нарисован на скале, это кто-то нам передал свою жизнь. Ван Гог нам передал свои цветы, передал свою боль и вот это вот цветовидение. Этот передал своих старух. Этот передал эти белые воротнички. Леонардо – эту девочку с горностаями, эту улыбку странную. Великие художники, они передают, да вообще художники, они передают таким образом. Если ты занимаешься искусством без этой цели, это не искусство, это по-другому называется. Это просто разновидность искусства, ну, которое, не знаю, над диваном повесить, дизайн. Дизайн не обязан передавать, а искусство должно. Оно духовное. Оно духовное – это душа. Ну, как сказать? Что за вопрос, если жизнь после смерти? Ну, конечно, есть. Если вы же ходите в музеи, это вот и есть жизнь после жизни. Вы ее впитываете, они вам ее принесли? Они же писали для… Тем более, если там… Ну, не тем более, это не обязательно писать религиозный сюжет. Совершенно не обязательно. Это может быть, я не знаю. Он, Штернберг, писал просто селедку и стакан на столе. Передал, передал. А что он передал? Нежность может жить, даже когда жрать нечего, на скомканной газете. Это такая нежность. Нежность неубиваема в Петербурге 18-го года. Даже если бы Мадонны не было, только газета и селедка. Это нежность называется. Штернберг вообще называется нежность. Как и Модильяне, называется нежность. Они архангелы одной богини, которая называется нежность. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие. Свобода или стабильность? Свобода или стабильность? А вот тут я не знаю. Можно не выбирать? Можно. Не хочу. Правда или безопасность? Правда, к сожалению. Родина или истина? Нет, ну истина, конечно. Что мы сейчас и доказываем. Что вы сделаете, когда кончится война? Я очень надеюсь, что тут же раздастся звонок из театра Фоменко, из МХАТа, из театра Пушкина, где я начал делать спектакль, с требованием расписания репетиций, чтобы я его утвердил, и продолжением этих трех работ, по крайней мере. Дай бог. Спасибо большое. Пошли выпьем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok